Десять лет назад, 7 апреля 2009 года, в Молдову пережила события, которые до сих пор квалифицируют по-разному. Кто-то говорит, что это были просто беспорядки и погромы, кто-то называет произошедшее революцией, а кто-то попыткой государственного переворота. Но сейчас даже не об этом. До сих пор не названы ни организаторы, ни заказчики этих ужасных событий. Ответственности, по сути, не понес никто. Почему так происходит? Почему ни одна из специально созданных комиссий не дала ответа на эти вопросы? Кто и по сей день заинтересован в том, чтобы мы просто забыли этот страшный день? Почему молчит Запад и Штаты, а не требуют, как, например, с кражей миллиарда, найти и наказать виновных? Вот вопросы, которые нуждаются в честных ответах. Вы смотрите Полюс, где мы с вами на одной стороне. Здравствуйте! Я представляю гостей, которые добрались сегодня до Полюса. Владимир Цуркан, депутат от партии социалистов Республики Молдова. Вы еще и возглавляли одну из парламентских следственных комиссий по событиям. Да, первую комиссию, правда, очень краткосрочную. Ну, было такое. В начале это, да. Да. И политологи Эрнест Варданян. Добрый вечер. Добрый вечер. И Анатолий Царанов. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот, давайте я спрошу вас об ощущениях. У вас нет такого ощущения, что с течением времени вот этот день, он как-то забывается все больше, больше и больше. И уже даже когда очередная дата, очередное 7 апреля приходит, приходит весна, благовещение, да, уже как-то и комментировать-то особо никто не хочет. Есть такое ощущение, Владимир Иванович? Ну, я редко поддаюсь каким-то таким ощущениям. Больше стремюсь руководиться фактами и конкретикой. Но в данном случае, наверное, вы правы, потому что действительно, фактически об этих событиях 7 апреля действительно вспоминают за несколько дней до 7 апреля и несколько дней после 7 апреля. Ну, сейчас, как бы учитывая, что 10 лет такой печальный юбилей уже этого события, печальный в том смысле, что вы совершенно правы были в вступлении, что, к сожалению, на сегодняшний день так и не были выявлены те, кто заказал, организовал, координировал все то, что тогда происходило. Следствие, значит, все это дело квалифицировало как массовые беспорядки, значит, в целом как события. И затем уже были возбуждены конкретные дела по конкретным фактам, будь то отнесение телесных повреждений, будь то, значит, какие-то там уничтожения имущества, кражи имущества и так далее, и так далее. А вот то, о чем все люди хотят знать действительно, к сожалению, на сегодняшний день так ответа и не получили. У меня есть уже по прошествии этих 10 лет, и вот тот анализ, который, значит, ну, и с точки зрения, может быть, такой, знаете, оперативно-вследственной своей практики прежней. Есть своя версия того, на что это больше всего походило, и какая версия должна была быть в первую очередь исследована и расследована. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Кстати говоря, вы говорили о краже миллиарда. Обратите, а про по, что и кражи миллиардов, то уже, вот уже скоро пятилетний, так сказать, юбилей со дня этой, как стало известно об этой краже. Но тоже до сих пор конкретные и, так сказать, вдохновители, организаторы, вот, координаторы и так далее, которые, к сожалению, тоже четко не названы и не привлечены к ответственности. Поэтому не случайно, что всего лишь где-то около 3% из украденных денег на данный момент возвращено и то, как результат продажи активов ликвидированных банков. Но, мне кажется, ситуации разнятся. Здесь можно свои параллели проводить. Есть что-то общее, но есть и ситуации разнятся, потому что, вот смотрите... Нет, я говорю о том, что и там, и здесь, к сожалению, не выяснено. А это означает, что, наверное, кому-то это невыгодно. Соглашусь, господин Церану, у вас какие ощущения? Ну, очень хочется знать, каковы ответы на те вопросы, которые вы сформулировали в начале передачи. По большинству из этих вопросов ответов до сих пор нет. Что касается этих событий, то самое печальное, что не обошлось без человеческих жертв. И это, скажем так, самое плохое, что тогда случилось. Но вообще такие события время-древни происходят во многих странах. Как только страна начинает неподобающим образом управляться, ну, случаются такие всплески. Ну, посмотрите сегодняшнюю Францию. Там тоже нечто подобное. Хотя вроде бы страна ухоженная, вроде бы там все хорошо управляется. И знают, что ответ может власть, как бы сказать, не такой мягкий, как наша. Да, то есть мы, кстати, вот видели. Кстати, там после этих событий желтые жилеты, там человеческие жертвы поболее было, чем у нас. Да, абсолютно верно. Единственное, что с чем несравнимы наши, так сказать, случаи, наши французские, что желтые жилеты мечтать только могут. И им только может всниться в самом радужном сне, что они прорвались в самое сердце административной Франции. Это невозможно. Полиция сделает, выполнит свой долг и не допустит, чтобы побить там витрины некоторых частных магазинов. Это да, даже на элисейских полях. А вот прорваться в дворец или в парламент, ну нет, это не бывает. И это разница между страной, которая управляется твердо, и страной, в которой управление страдает многими огрехами. Кстати, почему протестующие ворвались в два главных здания? Этот вопрос может быть самой главной. Кто их туда пустил? Вот когда мы ответим на этот вопрос, тогда мы и узнаем, кто были настоящими заказчиками и кто стоял за спиной. И что преследовали определенные политики, чтобы они пытались получить из этих событий. Потому что, и это совершенно очевидно, политические акторы, которые пытались нагреть руки на этих событиях, были самые различные и самых различных людей. Господин Сарану намекает на то, что в этом замешаны не только оппозиционные лидеры, но и, скорее всего, представители тогдашней власти. Я не намекаю, я уверен. Вы уверены в этом? Очень хочется вас послушать. Между прочим, господин Сарану поднял очень животрепещущий вопрос, который, как и предыдущий вопрос, уже 10 лет не находит ответа. Действительно, кто и почему допустил, чтобы здание парламента и президентуры подверглись нападению вооруженной толпы? Почему никто не отдал приказ полиции? Она не была вооружена, кстати, толпа. Ну, камни — это уже что-то. Камни — это уже орудие, достаточное для вандализма, скажем так. Кто допустил, чтобы эта толпа ворвалась в здании? Почему не был дан приказ полиции разгонять толпу? Ведь это, как господин Сарану совершенно правильно заметил, будь такое в Париже, полиция бы применила такие средства, что любая диктатура бы просто умерла от зависти, что такие средства, оказывается, можно использовать против протестующих. Если бы в 2009 году вышестоящее руководство дало полиции приказ хотя бы стоять, что называется, намер, что и не пускать, я не говорю, пускать в ход дубинки, резиновые пули, водометы и так далее, поверьте, ничего бы этого не было. И это, знаете, не нарушение принципа историзма, что вот спустя 10 лет нам легко рассуждать. Нет, я находился тогда в Тирасполе, 8 апреля утром я приехал в Кишинев. Я был в ужасе от того, что увидел. И уже тогда, разговаривая с коллегами, я уже тогда услышал очень много удивленных возгласов, возмущений от кишиневских журналистов, политологов и так далее. Они все удивлялись, почему полиция это допустила, почему, между прочим, этих ребят полицейских по 18-19 лет, которые в лучшем случае были с щитами, почему их отправили фактически на это заклание против неконтролируемой толпы. Эти вопросы не менее важны, чем вопрос, кто допустил беспорядки или кто ими командовал. И в этом вопросе я тоже соглашусь с господином Царанов в том смысле, что очень много было бенефициаров этих беспорядков, и каждый преследовал свою цель. Но то, что я услышал спустя пару лет после этих событий, поверило мне в шок. Я не буду, конечно, называть никаких имен, но мне было сказано так, что тогдашнее руководство рассуждало, а почему бы не допустить такое, чтобы потом получить от европейских партнеров большие деньги на ремонт здания. Сразу. То есть, как, знаете, такая видоизмененная молдавская пословица, Сатул Арди да Баба Сапьяптена. То есть, в буквальном смысле горит здание парламента, разгромленная президентура, а кто-то в руководстве сидит и думает, а неплохо бы на этом получить деньги от европейцев на ремонт здания. Я не поверил словам, которые мне были произнесены. Я переспросил этого человека, вы уверены в том, что сейчас говорите? Мне было сказано с абсолютной уверенностью, что именно так, скорее всего, и было. И почему такая безответственность тогдашних властей могла стать реальностью? Почему тогдашние власти думали, что так можно? Это вы задаете очень хорошие вопросы. Я думаю, Владимир Иванович должен попытаться на них ответить, хотя бы потому что, не потому что вы были министром внутренних дел, потому что в те дни вы общались с президентом, вы разговаривали, у вас была возможность задавать в том числе и эти вопросы. Задавали ли вы их и какие ответы были получены? Ну, даже вот сегодня, даже сегодня все равно можно на эти вопросы отвечать частично. Не потому что нет желания, а потому что этот вопрос, ответ не будет все равно полным и достоверным до конца. Я видел растерянность на первом этапе, была растерянность. В какой-то степени такое ощущение, что как бы, ну ничего, ничего страшного, а потом вдруг ситуация вышла из-под контроля. Был ли осведомлен лично президент, ну, тогдашний премьер и представитель парламента, потому что ведь события возникли не 7 апреля лишь, а было предшествовало 6 апреля. Доложил ли господин Решетников еще о каких-то вещах? Ну и вообще, по идее, конечно, служба информации и безопасности, ну, как минимум, за несколько дней до того, недель даже, я бы сказал, до того, если это действительно служба информации и безопасности, должна была обладать оперативной информацией о том, какие настроения среди людей. Ведь, посмотрите, фактически за несколько месяцев до этих событий и до выборов, по этому маршруту площадь президентура, парламент, площадь, значит, маршировали флейс-мобы, организованные, значит, партиями оппозиционными. И что интересно, в общем-то, и кричалки, и команды, которые подавались, они во многом... Такое было впечатление уже, это уже по истечении всего этого, и после анализа у меня возникло такое ощущение, что это все была такая, знаете, репетиция. Репетиция. Значит, могли или нет предотвратить то, о чем было сказано до вандализма, разрушения, поджогов? Я думаю, что могли все-таки. Могли все-таки, потому что в конечном итоге то, что осуществлялось, была просто пассивная защита. В распоряжении МВД не было тех специальных средств, о которых говорил господин Царану, что если бы, вот как в Париже. Такого рода, к сожалению, но тот... Ну, я говорю к сожалению, потому что любая власть должна себя уметь и защищать. А в данном случае шла речь не только о защите власти, а шла речь о защите государственных символов, как ими является здание учреждений государственных. Да и просто сами вот эти вот полицейские, ведь на первом эшелоне находились карабинеры. Это срочники, люди не в достаточной степени подготовлены, поэтому больше всего пострадавших было именно среди них. Мы, когда меня назначили руководителем первой... Следственной комиссии. ...в этой государственной комиссии следственной, да, прежде всего сделали запросы, соответствующие во все структуры, которые имели прямое или непосредственное, или косвенное, значит, отношение к этим событиям. В том числе я запросил данные и пограничной службы, для того, чтобы проанализировать, в какой степени увеличилось количество и из какого направления посетителей Молдовы. И когда, и в каком количестве они выехали. То есть для того, чтобы увидеть, что в том числе и зарубежный, как говорится, фактор, потому что видно было, что среди этой группы, большой группы именно молодежи, выделялись те, которые явно были хорошо подготовлены, и именно они координировали, во всяком случае. Я это видел, находясь на третьем этаже. И с какой страны, Владимир Иванович, если вот уже скажите, да? С какой страны, получается, вот эти молодые люди? Ну, больше всего было со стороны Румынии, конечно. Румыния все-таки, да. Тут надо иметь еще в виду, что мы не имели достаточно контролируемого данных, контролируемых со стороны Приднестровского сегмента, ну, Приднестровского сегмента, скажем так. Но если сравнить с украинским сегментом и румынским сегментом, то, конечно, больше оттуда прибыло. Я почему сказал, что у меня был краткосрочный период нахождения во главе этой комиссии, потому что практически затем были объявлены досрочные выборы, и уже, так сказать, все были досрочные выборы. Власть сменилась. Я всю эту информацию, которая была собрана, уже передал новому руководителю этой комиссии. Но, кто я вначале говорил о том, что все-таки версия о том, что это была попытка государственного первого ворота, она имеет все-таки право в первую очередь на жизнь. Смотрите, получилось так, что Молдова фактически стала, первым таким, значит, полигоном, где была проведена так называемая репетиция или конкретное испытание новых технологий проведения массовых мероприятий, скажем так, которые сопровождаются беспорядками. Ведь смотрите, сразу же после Молдовы пошло Киргизия, Грузия, Украина, то есть их целую цепочку, которых называли церковными революциями. Сценарий был один и тот же. Максимальное использование социальных сетей. В то время еще это как бы было новостью, в том числе и для специальных служб. Они не думали, что в такой степени можно мобилизовать людей. Но, тем не менее, так оно все происходило. Это первое. Второе. Ведь по действиям тех людей, которые… Да, основная часть участников – это была молодежь, которую, значит, мотивировали, что выборы были сфальсифицированы. И они, значит, на волне всего этого дела вышли на протесты. Но в дальнейшем дальше уже пошло руководство. Вот к этому зданию, вот к этому зданию. Это очень важный момент. Да, Владимир Иванович. И еще очень важный момент, просто как штрих, как деталь. На митинги подобного рода, если это спонтанные митинги, если это митинги, которые имеют в конечном итоге митинг протеста, мирный характер, не берут с собой бутылки с зажигательной смесью. Не берут камни, не берут ножи. Потому что уже на следующий день, когда я вошел в здание парламента, в коридорах, у себя в кабинете, я увидел брошенные на полу ножи. И самое главное, откуда вдруг появился большой, огромный флаг Румынии, который был возникнут над президентурой, его так просто на улице нигде не найдешь. А как они туда прошли? Так его просто не найдешь. Нет, как они туда прошли, Владимир? Нет, это вторая часть. Какая вторая часть? И почему не прошли на третий этаж, где был кабинет президента? Это тоже вопрос, я с вами согласен. Но я сейчас говорю о другом. Говорю о том, откуда он появился. Откуда появилась эта большая карта великой, так называемой, Румынии, которая была положена на вход в парламент. Это все говорило о том, что эти вещи не были случайны, что они были заранее подготовлены. И тот факт, что до этого на площади кричали, нам не нужен парламент, нам не нужно правительство, все это у нас есть в Бухаресте. Плюс потом вот эта вот вся взаимосвязь, причем это кричали не случайные люди из толпы, а конкретные лица, выступая и выкрикивали эти лозунги. Поэтому я еще раз говорю, когда хочешь выяснить, кто это совершил, задайся вопросом, а кому это было выгодно? И ты поймешь, кто это мог совершить, или кто это мог организовать, или кто это мог заказать. Кому выгодно было убрать эту власть? Господин Саранов, вы начали спорить, но я хотела бы просто, чтобы мы поняли, наверное, отличие между цветными революциями и попыткой государственного переворота. Если я правильно поняла из ваших рассуждений, то революция — это спонтанные некие такие действия, когда выходит народ, и вот он чем-то недоволен, и они скандируют лозунги, и об этом, что называется, оповещают. А попытка переворота — это когда в толпе есть люди, которые управляют, которые говорят, что необходимо делать. То есть это не стихийный какой-то протест. Это совершенно четкий, имеет конечную цель свержения существующего строя. И конкретными действиями стимулируют толпу на следующие агрессивные действия. Вы спорили с Владимиром Ивановичем. О чем? Ну, о том, что, так сказать, флаг Румынии пронесли на самый верх. Я депутат Первого парламента, я хорошо знаю конструкцию этого здания. То невозможно пройти. Это и Владимир Иванович. Ну, Вова. Он совершенно прав. Они не пошли дальше второго этажа. В президентский кабинет они не вошли. Их туда просто не пустили. Потому что не хотели пустить. В парламент они вошли, потому что хотели их пустить в парламент. И они вошли в парламент. Кстати. В парламент они вошли уже после того, когда была снята охрана. Ну, конечно. Конечно. А кто снял охрана? Это было уже ночью. Это было не ночь, это было 4 часа дня. Нет. Что вы мне говорите? Что я там не присутствующий? Вы мне говорите, если я выходил из здания в 18.10. Когда вы носили? Ну, 18. Секунду, пожалуйста. 18.10, когда еще никого не было в здании. Можно я вмешаюсь, господа? Я прошу прощения, господин Сарянов. Я сейчас вспоминаю этот день. Вторая половина, 7 апреля. Я сижу в терраспоре, работаю за компьютером. И тут начинают поступать сообщения в интернете. Я этому не верю. Я звоню своим коллегам в Кишинев. Они говорят, ты знаешь, сейчас вынесли сжигать мебель из парламента. Это была вторая половина дня. Ну, может быть, ну, не позже 6 вечера, 7 апреля. Позже, позже, это точно. Ну, я же смотрел на часы. Это было 4-5 часов дня. Мне говорят, выносят сжигать мебель. Говорят, ты шутишь. Ну, говорю со мной, ты шутишь. Он говорит, нет, я не шучу. Телевизор, компьютер не шучу. И уже через пару часов уже все это началось в интернете появляться. Кресло. С опозданием. Мебель не выносили и не сжигали. А сжигали, сбили с входа парламента ГЕР. Это раз. Дальше. Мебель из парламента, они выносили и на креслах катались по улицам, по площади среди. Уносили компьютер и так далее. Но это уже было после 6 вечера. Я не четко знаю, почему. На фотографиях было светло. Секундочку. На фотографиях был день еще. 6 часов вечера в апреле месяце еще светло. Господин Церану, как вы квалифицируете вот это, вот спустя 10 лет, то, что произошло вот у нас в стране? Владимир Иванович, попытка госпереворота. А вы? Я думаю, что невозможно это квалифицировать единообразно. Это был слоеный пирог. Там наслоились самые различные события, тенденции, интересы и прочее. Несомненно, совершенно очевидно, власть коммуниста надоела. Она вызвала огромную неприязнь в обществе, особенно среди молодежи. Невозможно просто так, кто-то заинтересован в том, чтобы свалить власть, и поэтому, надо сказать, бросили кличи, молодежь сразу, или люди вышли на площадь. Сколько сегодня недовольных властью? Ну и что? Протесты были два года. И что из этого? Что? Свалили власть? Для этого должны созреть какие-то определенные условия. Это совершенно очевидно. Воронин со своей коммунистической партии всем надоел. Воронин сделал то, что, так сказать, сегодня существует в Республике Молдова. Он создал олигархический режим. Да, этот олигархический режим начал зарождаться еще в 90-е, буйные 90-е годы, несомненно. Но оформился он в годы правления Воронина. Этот олигархический режим отличался тем, что он обслуживал интересы в первую очередь одной единственной семьи. Но подключились, так сказать, к молдавским ресурсам, которые не так уж и богаты, очень многие. И в один прекрасный момент эти люди уже окрепли. Те, которые, так сказать, пользовались услугами олигархического режима, они подумали, а с какой-то стати львиную долю забирает себе он. Мы тоже хотим. Эти люди были заинтересованы в том, чтобы завалить Воронина. Это кроме тех, которые, так сказать, искренне были возмущены этим режимом. Вы что, не помните, Люда? Вы работали на телевидении, и вы хорошо это помните. Была программа старыша, которая, так сказать, давала, так сказать, общую установку. Нет, Костя фильмы снял о том, что произошло, по-моему, так оно молодого назывался. Нет, но это было уже потом. Это потом был фильм снят. Я пытаюсь понять сейчас другое. Вы говорите, целое стечение должно быть обстоятельств. Вот когда говорят о том, что такое цветная-оранжевая революция и далее, говорят, что это есть наличие внешнего фактора. Что характеризует вот эти революции? Вот мне интересно, Эрнест, вы увидели там этот факт? Ни одна цветная революция, даже при наличии огромных денег и десяти американских посольств, никогда не достигнет успеха, если не будет опираться на внутренние силы. Внутренние силы. Господин Царану вновь затронул очень, скажем так, деликатную сторону этой проблемы. И я вот, слушая его, вспомнил свои разговоры, которые у меня были весной летом 2009 года и позже. Один известный в Молдове персонаж, о котором все знают, но его имя не принято называть, как-то в беседе с блогерами признался, что он начал финансировать тогдашнюю оппозицию в 2007 году еще. Понимая, что что-то его не устраивает, какие-то у него интересы начали сходиться с интересами, скажем так, правящего клана, он начал финансировать тогдашнюю оппозицию, то есть будущую власть. Видимо, никто другой, узнав об этом, не на шутку рассердился и решил этого товарища задвинуть обратно. То есть занимаешься бизнесом? Занимайся. Вот и сиди там, и занимайся. Этот известный персонаж просто опередил немножко события и предотвратил свое, скажем так, задвижение назад. Я сейчас выражаюсь максимально образным языком, надеюсь, что меня все понимают. Действительно сошлись определенные факторы, внешние и внутренние. Внутренний фактор здесь сыграл решающую роль, потому что я слышал, мне эту фамилию назвали впервые летом 2009 года, и именно в контексте событий 7 апреля, как одного из возможных бенефициаров этих событий. А уже внешние факторы, конечно, сыграли свою роль. Конечно, была усталость от партии коммунистов. Я слышал это очень часто от своих коллег, которые, в общем-то, были лояльны коммунистам многие годы. Да, мне говорили, мы устали от коммунистов. Есть такой фактор. Внешние факторы, конечно, были значительными, потому что и западные страны, и Румыния более не хотела терпеть партию коммунистов, будучи уверены в том, что тот путь, между прочим, евроинтеграции, который усиленно начали коммунисты во вторую свою каденцию после 2005 года, поднял уровень отношений Республики Молдова с Евросоюзом и даже НАТО на такой качественно высокий уровень, что, в принципе, партия коммунистов уже была не нужна для продолжения этого диалога. Ну, есть еще один фактор. То, что 18 марта 2009 года Владимир Воронин и Игорь Снернов в присутствии Дмитрия Медведева подписали в Москве, в Подмосковье, вернее, декларацию по Приднестровскому регулированию, где содержится два очень неприятных для Молдовы, в принципе, и для Запада пунктов. Эти пункты, которые одобряют миротворческую операцию и признают ее единственным или, я не помню точно, важнейшим фактором обеспечения мира на Днестре, что пришлось очень не по душе западным странам. И еще один пункт говорит о том, что завершение политического регулирования Приднестровского конфликта фактически ставилось в прямую зависимость, вернее, пардон, вывод миротворческого контингента России ставился фактически в прямую зависимость от политического регулирования. То есть нет регулирования, нет вывода российских миротворцев, российского контингента. Вот эти два пункта сыграли роковую роль. Поэтому после этого Запад сказал достаточно, и вот случилось то, что случилось. Но я подчеркиваю еще раз, нельзя говорить о том, что это только что-то изнутри или только извне. Это действительно совпадение интересов и факторов. Любая революция, она и не характеризуется, что только извне, или только цветная. То есть я стараюсь быть максимально объективным сейчас. Просто революция имеет завершение тогда, когда она имеет и поддержку извне. В противном случае это будет просто лишь вот такой промежуточный этап. Но если говорить о внутренних факторах, давайте мы не забудем или вспомним, что фактически это был период, когда приходил к концу второй срок Воронина. На третий срок он уже не мог быть избран. Ну, наверное, кого-то другого он не очень хотел вместо себя увидеть. В любом случае, как бы не был бы тот человек лоялен или как. Ну, тут это тоже может быть какой-то такой вот есть момент, касающийся внутреннего фактора. Владимир Иванович, а вот когда господин Царан говорит, что в том, что произошло, как бы вот он видит, что самые разные политические силы и власть, и оппозиция. Вот смотрите, если это было действительно нечто похожее на вот цветную революцию, то, может быть, не стоит критиковать здесь Воронина с той точки зрения, что он прекрасно понимал, что это большая для него провокация, это большой вызов, и что от него только одного ждут, чтобы он непосредственно начал применять какие-то действия против этих детей. То есть его заманивали в ловушку? Да, его заманивали тем самым в ловушку. И прекрасно осознавая этот факт, президент Воронина отдал приказ никакого оружия, никакого... А то, что их избивали до полусмертной... Это я отвечаю на ваш вопрос, когда вы говорите, почему власть не сопротивлялась. То, что было потом, мы потом поговорим. Вот вы исключаете... Извини, Людмила, для того, чтобы сопротивляться, не надо убивать. Не было средств. Как-то не было. Владимир Иванович, у нас не было... Владимир Иванович, у нас не было ни водометов. Послушайте, Людмила, мы с Владимиром Ивановичем встретились в парламенте в 2 часа дня. Я, пользуясь своим статусом депутата парламента, который уходил, каким-то чудом прорвался сквозь ограждение, сквозь полицейские кордоны. И встретил там Владимир Ивановича, который, судя по всему, руководил обороной Белого дома, так сказать, парламентом. Ну, ладно, координировал. Это новая должность у вас такая. Но проблема, знаете, в чем заключается? Я видел все изнутри. Я прошел только до третьего этажа. Мне не удалось подняться на седьмой этаж, где был мой кабинет. Я прошел три этажа. Это здание невозможно было взять. У каждого окна стоял не карбинер, а полицейский со щитом. Были подключены все бронспойты. Любая, как говорит Владимир Иванович, какой-то там... Смотрите, какая информация интересная. Ну а как же? Нет, ну просто мы знаем, что не было даже черемухи. Не жаловали, что не было этого газа. И что на другой день... Как можно войти в парламент? Секундочку, Владимир Господин Саранович, и на другой день говорят, что приземлился российский борт, и вот наконец-то там были какие-то средства защиты. Я не придумала. В парламент невозможно было войти, Людмила. Невозможно. Любой коктейль Молотова, который был бы заброшен через окно, моментально был бы потушен. Вы помните, как появилось в печати, появилось сообщение? Мы приняли решение отдать им наши кабинеты, кресла, компьютеры, пускай, я уже забыл эту фразу, пускай там побалуются. Потешатся. Потешатся. Кто принял такое решение? Это как? Кто-то там принимает решение войти, отдать протестующим парламентам, которые разрушили. А почему этот парламент восстанавливается за счет государства, а не за счет этих самых, которые приняли такое решение? Я поняла вас. То есть, Люда... То есть, вы считаете, что такая точка зрения не имеет права на жизнь, что Воронин просто-напросто переживает о том, что у него окончание политического срока. Думают, чем я рискую. Вот дам сейчас полиции приказ сопротивляться, наши полицейские выполнят так, что половину поубивают. Нет, уж лучше пусть они занимают эти здания, а я еще и герой. У меня же есть опыт, я в 89-м году, вы помните, да, вот все тогда меня похвалили, потому что я держал здание МВД. И теперь вот меня, собственно говоря, за это чуть ли не на руках. Скажите, ладно, было принято решение эвакуировать здание парламента. А как это командир, который уходит из своей части, не взяв с собой знамя части, это как называется? Как ты можешь уйти из парламента, зная, что сейчас его подадут этим самым протестующим, и не вынести самые ценные документы из здания парламента? Они что делали? Декларацию независимости, хотя бы, хотя бы. Ну, это продолжение, то, о чем я говорю, но оно не сильно вступает сейчас, я бы сказала, в противоречие. Владимир Владимирович, что пытаюсь вас к этой беседе получить? Да, я, значит, во-первых, что касается войти в здание, я действительно говорю, что в районе 18 часов я получил звонок о том, что мы больше не можем обеспечивать охрану здания и просим вас, нас там было, оставалось еще четверо или пятеро депутатов, значит, со мной вместе, просим вас покинуть здание. А кто вас попросил быть в здании? Кто вас попросил быть в здании? Попуг позвонил мне лично и сказал, просьба покинуть здание. Нет, я понимаю, а кто вас... И еще меня спросил, вы что, ранены? Нет, а кто попросил вас быть в здании во время штурма? Никто. Вы сами... Анатолий, никто. Попробуйте... Я там находился в здании с самого начала. Никто, абсолютно. Странно, вас пустили, а меня не пускали. Не, не, не. Наверное, потому что вы не были министром внутренних дел и оппозиционный депутат. Более того, в это время в здании находился тогдашний замминистра внутренних дел, Шумлянский, бывший мой подчиненный. И вот то, о чем вы говорите, я чисто и морально не мог уйти, зная, что там творится. Мы организовали... А когда ушел Лупа? На третьем этаже... А? Во сколько ушел Лупа из параметра? Он где-то вот ближе к 12, где-то к 12. Значит, на третьем этаже организовали там, где был не здание, не кабинет, где непосредственно был рабочий кабинет председателя парламента, а такая типа встреча для приемов, для встречи для приемов. Мы там организовали даже небольшой медпункт, куда переносили раненых тех ребят, и там оказывали им первую медицинскую помощь. Значит, в отношении черемухи и так далее. Значит, я тогда спросил действительно Шумлянского, ну вы хоть использовали шумовые... Есть такие шумовые гранаты, я знал, что они есть на вооружении. Ну, слово гранаты это громко, то есть оно не ранит, но оно, значит, психологически очень здорово влияет, пугает. И когда они это использовали, я видел, как моментально стали разбегаться в сторону, разбегаться в сторону. То есть, в принципе, определенные средства были, были. Ну, это все на уровне вот этих самых, не водометов, а на уровне подключенных шлангов к... Значит, ну это, понимаете, это с одной стороны вроде бы и смешно, но это очень печально. Ну, это очень печально, соглашусь. Такое было, к сожалению, обеспечение полиции. Поэтому я еще раз хочу сказать, что эти ребята все, что могли, те, которые находили... Другое дело, что, может быть, не может быть, а точно надо было по-другому организовать оборону, более активные действия своевременно провести, разделить, разделить. К полиции вопросов вообще нет. Они выполняли приказ и его оказывали. И тогда, может быть, не было бы того, до чего дошли, что вот такой вандализм. Но, к сожалению, этого не произошло. Значит, ну вот по прошествии лет, конечно, смотришь хорошо, ладно. Вот, значит, мы говорим, Воронин, может быть, хотел или молчаливо согласился с тем, что такое происходит. Значит, мы говорим о том, что ладно, может быть, не сработала полиция. Ладно, значит, первая комиссия не успела. Но потом, почему не было продолжено расследование, если к власти пришли те, которые хотели прийти к власти и которые должны были выяснить, а кто же, если они говорили о том, что именно, значит, эта власть цеплялась за свою, значит, уходящее, за свои кресла. Почему так и не довели до конца расследования? Вот это вопрос. И что в результате получилось? Что получила молодежь? Ведь вы же знаете, вот сегодня, я имею в виду сегодня, не именно сегодняшний день, а последние годы, очень и очень разочарованы те, кто были и участвовали активно в этих мероприятиях. Почему нет? Я могу ответить на ваш вопрос, почему не довели до... Ну, я вначале сказал, наверное, по тому же, почему и миллиард не расследовали. Нет, это по той же причине, по какой вы не довели до конца расследования. Хотя вы плачетесь, что у вас не было времени. Для того, чтобы, так сказать, получить все необходимые документы, надо было просто запросить всю оперативную информацию в СИСе. И Решетников должен был, по-моему, представить всю эту информацию, у него все это было. Я не помню, вы или кто-то после вас заявил, что Решетников просто уничтожил всю оперативную информацию. Ну, я же говорю, мы запросили эту информацию и уже передали то, что мы успели получить за период нашей деятельности, той комиссии, которая пришла. Не довели до конца расследования по той же самой причине, по какой не довели вы. У всех было рельце в пушку. И никто не заинтересован в том, чтобы получить... Сейчас пока еще никто, кто обладает властными полномочиями, не заинтересован в том, чтобы получить ответ на эти вопросы. Ну, вот президент сказал, что он давал интервью и сказал, что он лично, да, вот он говорит, у меня нет доступа к документам, которые объясняли бы, что произошло в то время. К сожалению, все документы засекречены, и мне очень интересно узнать, кто их скрыл. Они мне их не предоставляют. Ну, давайте вот так на уровне... Ну, это звучит немножко смешно. Ну, не знаю. Мягко говоря, очень смешно звучит, что, значит, не предоставляет ему документы. Ну, я не знаю. Это последствия решения парламента декабря 2016 года, когда СИК был выведен из-под контроля президента, и фактически ему туда просто отрезали все, значит, ну, то есть, пути предоставления информации. Да, это Роскоч сказал. Это прямое следствие. Я хочу вам напомнить, что все документы парламентских расследований находятся не в СИСе, они находятся в архиве парламента. Которые мы знаем, кем контролируются. Да, и которые мы знаем, что господин Нагачевский выступил с этим. И в прокуратуре, потому что следствия им контролируются. Господин Нагачевский выступил с докладом, он после Владимира Ивановича возглавлял эту комиссию, на другой день написал заявление, ушел из парламента. Очень многие, кстати, задавали вопрос, почему он не связал эти вещи. Но вопросы, конечно, у людей остались. Знаете, я о чем думаю? Если Владимир Иванович призывает смотреть... Я извиняюсь, я немножко предвосхищу ваш вопрос. Нет, вы не знаете, что я хочу спросить. А вы сейчас услышите, что я скажу. Вот смотрите. И задам правильный вопрос. В том числе я запросил. Дайте, пожалуйста, мне схему контактов мобильных телефонов. В периметре Букурешт, Колумна, значит... Сватул Церий, наверное. Сватул Церий и вот эта улица... В периметре Кишинского, Ватикан. Не в Бономерском, а чуть дальше туда. И вот схема, то есть биллинг телефонных звонков мобильных в это время. Вы знаете, эту схему, когда мне принесли, на стол положили, предварительно подготовила Департамент Оперативной Службы МВД. Почему вы не передали? А вот мы только-только ее сделали, сейчас мы ее относим к прокуратуру генеральную. И тома, фото, фиксирование, где, кто, как, активность себя вел, можно было опознавать людей и так далее. Все эти тома мы передали сразу же в прокуратуру. Сразу же передали в прокуратуру. Что дальше с этими материалами? Что дальше? Это интересный вопрос. Вот я не знаю, что... Знаете, вот учитывая, хорошо, так все это дело у нас возможно в прокуратуре, но учитывая то, что мы живем в 21 веке, учитывая то, что есть наши зарубежные партнеры, которые обладают гораздо большей технической базой, я сейчас говорю конкретно, ну пусть это будут Соединенные Штаты Америки. Которые тем более никогда не дадут информацию, пока не посчитают нужную. Вот, Эрнест, вы начали уже предварять мой вопрос. Вот не поверю никогда, что они-то точно наверняка ведь знают, кто, что, почему. И получается, что... И что они делают? Они пока молчат. То есть получается, что те люди, которые находятся сейчас у власти, они, собственно говоря, в их адрес не хотят чего-то сказать? Или что-то другое происходит, Эрнест? Мне кажется, довольно все просто. Во-первых, к ним никто не обращался. Я вот честно говорю, ну Владимир Иванович, господин Саранов, наверняка лучше знает эту ситуацию. Но, как мне кажется, за 10 лет никто ни разу не обратился к тем же американцам с просьбой сдать какую-то информацию из тех лет. Тут со спутника вот у них наверняка очень много информации. А если американцы их не просят, а что они должны сами? Правильно? Они же не большие молдаване, чем сами молдаване. А демократия, Эрнест. Мы будем путать демократию с беспорядком. А во-вторых, даже если... Когда это организованы беспорядки... Или внедренная демократия. А во-вторых, даже если вот завтра пойдет запрос с американцем, я очень сильно сомневаюсь, что они поделятся информацией, которые на самом деле чего-то стоят. Они могут чем-то там какой-то поверхностной информацией поделиться, чтобы не выглядеть в наших глазах какими-то, знаете ли, нехорошими партнерами. Я думаю, что американцы очень осведомлены. Им это не нужно сейчас. Вот вы согласны, да, Гастан Царанова? А почему же они не поделятся? Конечно, они знают, но не поделятся. Но по сравнению с российской агентурной сетью в Молдове, американцы просто бедные ребята. Ай, вы сейчас прямо льете воду на мельницу либералов. Вы не всегда... Мы на муске. Люда, вы о чем говорите? Спутники какие-то... А что могут спутники дать по поводу, так сказать, закрытых механизмов в организации беспорядка? Как это спутником можно залезть? Элементарно. Это только агентурная сеть. Элементарно, да, Господин Царанова. Это смотрится, знаете, и вычисляются люди, да, вот во всем вот этом, кто дает непосредственные указания, видится, почему идет по флангам, да, вот элементарно. Это очень просто. Я должен признать, что я последнюю с вами просто... Это вся информация, я думаю, наверное, и была в той самой схеме биллинга мобильных телефонных сетей. Вот, видится, а вы говорите. То есть тут и не надо было спутники сказать. Американцы контролируют. Господин Царанов, я вас немножко поправлю, позволю себе немножко поправить. Не Россия, а Тирасполь. Потому что, что я тогда слышал, вот именно в те дни событий... И Тирасполь, поверьте мне, столько всего интересного происходило в связке с определенными силами в Кишиневе, что, как говорится, вам и не снилось. Вы знаете, есть один штрих, который я очень хорошо запомнил. Ведь практически тогда в Кишиневе 7 апреля было два больших митинга. Один у правительства, а второй у парламента и у президентуры. И я видел этих ребят. Я, естественно, целый день был там. То там, то здесь. И я видел, как это происходило. Было человек 150, наверное, 200. Каких-то странных ребят. Они совсем не были похожи на студентов. У них даже на лицах было написано отсутствие слишком высокого, так сказать, интеллектуального напряжения. Но они были чрезвычайно организованы. И я помню, как они пытались, пытаясь, так сказать, натравить толпу на кордон полиции перед зданием правительства. Но полиция не шелохнулась. И полиция, я не помню, что они там полиция применял. Естественно, дубинки, это без разговоров. И когда эти студенты получили пару раз по голове, они сразу отхлынули. А эти продолжали настаивать. И они рвались, рвались. Но когда они увидели, что у них нет поддержки, 150 человек не могут прорываться к правительству. Не было команды пропускать в правительство. И эти же самые ребята организовали прорыв всех этих оцеплений, этих бедных мальчиков, призывников. Они были первыми, которые шли вперед. Они были первыми, которые начали кидать камни в здание парламента. Естественно, потом присоединились и все остальные. Это все очень заразно. Но, несомненно, были шоковые отряды, ударные отряды, которые все это сделали. Вопрос, кто это? Американцы их привезли. Румыны? Они говорили по-русски. Они говорили по-русски. И вы почему смеетесь? Нет, я просто разнослышана. Потому что Тирасполь был вовлечен в это очень активно. Очень активно. А вы помните, в прессе было записано, что потом эти ребята поехали отдыхать? Возле парламента я слышал, что они говорили по-румски. Возле парламента я слышал, что они кричали по-румски. Ну, хорошо. Естественно, кричали по-румски. Большинство демонстрантов были румынины. Потому что основная часть тех, кто был в толпе, молодежь, которая больше реагировала на команды не на русском языке. Как полиция, которая контролировала здание президентуры, пропустила с румынским флагом и с флагом Евросоюза на самый верх. Там проход вот такой. Один полицейский, он не должен быть очень сильно упитанный. Он мог там встать и больше никто туда не прошел. Кто дал команду пропустить их? Было совершенно очевидно, что необходимо было, чтобы румынский флаг там был. Чтобы, так сказать, харта Румыния-Мария там была вывешена. Все это было необходимо. Это был элемент сценария. И этот сценарий применялся. Недаром не стали ни о чем разбираться. Вы помните, когда выслали посла румынского? На второй день. Песона Нонграта. Без никаких следствий, без ничего. Песона Нонграта. Решение было принято до того, как началась демонстрация. Запрещен въезд всем гражданам Румынии. Совершенно правильно. И молдаванам запрещен был въезд туда, потому что надо было по визам туда проходить. Ну, это, возможно, связано с тем, что Глазимир Иванович, что как раз по этим потокам, с той стороны. Да, мы тогда запросили, и поэтому было видимо рецепт. Поэтому, собственно говоря, заподозрили. Но я поняла вашу точку зрения. Вы знаете, никто уже практически не помнит, что все начиналось это из-за фальсификации выборов. А в конечном итоге никто не представил ни одного доказательства, что эти выборы были сфальсифицированы. Это еще раз говорит о том, что если кто-то был бы большой поборник демократии и того, как это должно было быть, то он непременно выступил бы по этому поводу. А так удобно было просто промолчать и сделать вид, что этого всего не было. Это тоже важный момент. Я последний вопрос вынуждена вам задать. Времени у нас мало. Мне показалось, что самое логичное, это было бы спросить, кто должен извлечь из того, что произошло, уроки и какие? Если позволить, я очень кратко. Уроки должно извлечь все молдавское общество, не обзирая на политические взгляды. Но я очень боюсь, что эти уроки не извлечены всеми. Я вот очень кратко позволю себе сказать по поводу разочарования. Вот сегодня об этом говорилось. Разочарование страшнейшее. Я вот в последние дни специально очень внимательно читаю публикации, посты в Фейсбуке. Именно представители правого лагеря, которые тогда как минимум сочувствовали этим протестам. Разочарование полнейшее. То есть люди понимают, что их обманули. Что они хотели, да, они устали от коммунистов, они хотели новой жизни. Но в итоге все стало еще хуже. Хотя я, честно говоря, вот процитирую себя любимого. Я тогда в 2009 году чувствовал что-то здесь, ну, явно неладное. И когда я общался в Тишневе с коллегами, которые радовались уходу коммунистов, я сказал, ребята, вы еще будете по Воронину плакать. И прошло всего 3-4 года, и началось у нас Пыдурия-Думняская, правительственный кризис, аэропорт, банк где экономии, кражи миллиарда. Но даже еще до этих событий, мне коллеги говорят, ты знаешь, ты, наверное, был прав, потому что при коммунистах было всякое. Но так, как ворует сейчас при этой европейской власти, и такая, прейскурант хоть вывешивай в учреждениях, с какие кому взятки давать. Такого при коммунистах не было. Я говорю, ну, ребята, вы хотели, вы устали от коммунистов. Ну да, вот говорят, это закон бумеранга, если эти политики пришли к власти на волне вот того, что произошло. Многие говорят, ну, нет ничего удивительного в том, что происходит сегодня то, что происходит. Господин Саран. Ну, главный урок, который нужно извлечь, 7 апреля повторится. Это неизбежно. Потому что общество, которое неправильно управляется, рано или поздно снова напорится на революцию. Можете ее называть бунтом. Как угодно. Да, сейчас разочарование, сейчас очень многие люди разуверились, но в обществе накапливается горючий материал, и рано или поздно оторванет. Для власти урок. Или вы сумеете сверху реформировать общество, откажетесь от ваших олигархических замашек, и попробуйте устроить здесь нормальное, нормально управляемое демократическое общество, и тогда вы сами себя спасете. Или нет, вы рано или поздно придете к 7 апреля. Потому что это неизбежно. Проблема во времени. Многие сегодня во власти живут по принципу «после нас хоть потоп». Но проблема в том, что потоп может наступить совершенно неожиданно. Спасибо. Владимир Иванович. Я буду совершенно коротко, учитывая, что времени мало. Я думаю, что прежде всего уроки должны извлечь политики с точки зрения ответственности перед людьми. Не играйте с людьми, это игра с огнем. И второй урок не менее важен. Это урок, который должно сделать общество, ну, в лице народа тоже. Думайте очень внимательно и хорошо, когда избираете себе власть. И вам еще маленький вопрос. Именно вам. Как вы полагаете, то, что произошло 7 апреля, повлияло на решение Воронина практически отказаться от власти, уже когда он отрекся от президентских полномочий? Я думаю, что там были и другие факторы, которые сподвигли его на то, чтобы отказаться от власти. Спасибо вам большое. Спасибо вам за беседу. Мне она показалась очень интересной. Действительно, как будто окунулась в то время. Вспомнила, как телеканал НИД, вся вот бригада. Мне очень лестно сказать, что сейчас режиссер, который обеспечивает эфир, это тот самый человек, с которым мы выходили в эфир. 7 апреля на телеканале НИД мы тоже через многое прошли. Ну что ж, такова, значит, жизнь. Нужно и к таким урокам журналистам всегда быть готовым. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова